Продолжение следует... Продолжение следует... ...по делу об аварии на столичной теплоэлектроцентрали. Суд допросил обвиняемых. В настоящий момент проходят исследования материалов дела. Генеральной прокуратурой Кыргызстана по результатам рассмотрения собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 316 и 211. Халатность и злоупотребление полномочиями, служащими коммерческих или иных организаций. Бывший премьер-министр Сапар Исаков распространил заявление накануне судебного заседания по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ. По его словам, итоги следствия доказывают исключительно политический заказной характер уголовного дела. В заявлении говорится, что люди, реально виновны в аварии на ТЭЦ и готовившие ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, которые провели некачественный ремонт на старых участках ТЭЦ, прячутся за обвинениями и выполняют политический заказ. Исаков добавил, что еще год с небольшим назад и представить себе не мог, что будет так обвинен в коррупции. Воспитан своими родителями и старшими товарищами так, что ненавижу взяточников и коррупционеров, говорится в его заявлении. Обвиняемыми в деле проходят 8 человек. 8 апреля было назначено первое заседание, но его перенесли на 10 апреля в связи с неявкой адвокатов одного из обвиняемых. Процесс проходит в Сырновском районном суде. В Исокольской области сошла снежная лавина, которая накрыла спецтехнику. Пострадали два человека, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог Кыргызстана. Происшествие случилось накануне в 16.40 на 82-м километре автодороги Каракол и Нильчек в Ахсуйском районе. Снежная масса накрыла бульдозер и пикап марки «Ниссан», принадлежащий дорожно-эксплуатационному предприятию. Два человека получили легкие травмы, объем лавины составил 12 тысяч кубометров. Дорогу перекрыли и началась расчистка. Откроется трасса сегодня же. На месте работают оперативные группы МЧС и ГООБДД. Они организовали посты на 36-м и 118-м километрах дороги. Пострадавшие сейчас уже выписаны. Они получили незначительные травмы. Переломов нет. Им провели соответствующее лечение. Начальник регионального отделения департамента дорожного хозяйства Кудайгул Кучуков. Милиция Наукенского района Джалабадской области расследует убийство 7-летнего мальчика, за которого неизвестный потребовал выкуп в крупном размере. Как сообщил начальник районного управления криминальной милиции Азамат Тураканов, 5 апреля в милицию обратился житель села Масы с заявлением о пропаже ребенка. Неизвестный мужчина потребовал от него выкуп за ребенка. В тот же день был задержан 22-летний местный житель. Подозреваемый признался в убийстве мальчика и показал следователям место, где он закопал тело жертвы. По предварительным данным, у отца ребенка и задержанного были долговые претензии. Подозреваемый работал в магазине у семьи пострадавших. Ведется следствие. В городе Каракуль Джалабадской области задержаны подозреваемые в разбое, сообщает прослужба МВД. Ночью 7 апреля в дежурную часть города обратился 28-летний житель Кадамджайского района Баткенской области. Он указал заявление, что на окраине города злоумышленники на автомобиле марки «Субару» догнали его авто, прижали к обочине и остановили. Угрожая пистолетом и применив силу, они отобрали более 2000 сомов. По подозрению в преступлении задержаны трое жителей Каракуля. При осмотре автомобиля были изъяты пистолет неизвестного происхождения, несколько ножей, денежные средства и документы. Президент Казахстана Касым Джомар Токаев объявил досрочные выборы главой государства. Они состоятся 9 июня текущего года. Он заявил об этом во время обращения гражданам, которые транслировали республиканские телеканалы. Я посоветовался с Ельбасену, султаном Назарбаевым, а также провел встречу с главами правительства, парламента, Конституционного совета и членами партии. Решение о внеочередных выборах – очень нужный и важный шаг. Я принял решение о проведении президентских выборов 9 июня 2019 года, заявил Токаев. Эксперты уже гадают, кто выдвинет кандидатуру на предстоящих выборах. Дочь первого президента Дарика Назарбаева заявила, что не будет баллотироваться на пост главы государства. Кандидатом в президенты Республики Казахстан от партии «Нуратан» будет Касым Джомар Токаев, считают казахстанские политологи. Президент Соромбай Джейнбеков встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчика. Были обсуждены вопросы взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Словакии. Глава государства поздравил весь словацкий народ с избранием нового президента Словацкой республики Зузаны Чапотовой. Джейнбеков отметил, что с первых дней становления независимости Кыргызстан чувствовал постоянную поддержку и помощь ОБСЕ, особенно в развитии выборного процесса и свободы слова стране. Остановился на деятельности Академии ОБСЕ, назвав ее уникальным проектом, который и далее должен углубляться и расширяться. Президент Соромбай Джейнбеков и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчик также обменялись мнениями по социально-экономическому сотрудничеству в рамках ОБСЕ и Евросоюза. В этом году исполняется 20 лет, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые открыла свое представительство в Кыргызстане. За 20 лет сотрудничества ОБСЕ внесла огромный вклад в развитие нашей страны. Итоги и перспективы работы международной организации с участием действующего председателя Мирослава Лайчика обсуждены на юбилейной конференции ОБСЕ в Кыргызстане. Какие еще в дальнейшем проекты по развитию будут реализованы, смотрите в следующем сюжете. Вот уже 20 лет ОБСЕ успешно сотрудничает с Кыргызстаном. ОБСЕ и Кыргызстан проявляют обоюдный интерес к сохранению военно-политической, экономической, экологической безопасности. На протяжении двух десятилетий организация неустанно оказывает поддержку совершенствования демократических принципов жизни общества. В двух десятилетиях ОБСЕ оказывает поддержку выполнения обязательств Кыргызской республики в рамках трех измерений. В этой связи с удовлетворением отмечаем эффективную реализацию проектов в таких сферах, как противодействие транснациональным угрозам, реформа правоохранительных органов, развитие парламентаризма, усиление потенциала местных органов самоуправления, верховенство закона, борьба с коррупцией и преступностью, регуляторная реформа, поддержка малого и среднего предпринимательства, укрепление демократических институтов и избирательной системы, свобода слова и развитие гражданского общества. Весомый вклад ОБСЕ внес в проведение реформы в правоохранительных органах. По словам ветерана милиции Шамшибека Мамырова, организация, несмотря на тяжелую обстановку, в 2005 и 2010 годах оказала содействие в обеспечении материально-технической и правовой помощи в подразделениях. Так, в Академии МВД создано несколько учебно-медицинских центров. Кроме того, Центр оперативного реагирования в Бишкеке и Аше. На сегодня успешно работает управление оперативного анализа для работы с особо тяжкими преступлениями, которые отвечают современным стандартам. Например, даже в последнее время то, что в тех направлениях, где требуется изменение мышления, инновационный подход к деятельности милиции, минимизация коррупционных проявлений, например, оказание государственной услуги в системе единого окна в городе Бишкеке, либо в безопасном городе, в центре мониторинга, там назначены женщины-милиционеры руководителями. Это говорит о том, что есть определенное восприятие нынешнему руководству МВД, международную практику, толерантность, гендерные составляющие. Миссия ОБСЕ уверенно стремится вперед. В будущем планируется осуществить ряд проектов, а именно организация внесет лепту в рамках цифровизации страны. Вопросы защиты экологии и сотрудничества с региональными властями тоже в приоритете. Например, проект дигитализации вашего общества, проект защиты окружающих средств, проект манипуляции с опасным мусором, проект регионализации и сотрудничества с региональными властями. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Совещание по безопасности и сотрудничеству впервые было созвано в 1973 году. Кыргызстан, как равноправное государство, участник, вступил в ОБСЕ в 1992 году. Чуть позже, в 1998 году, на территории страны функционировало полевое присутствие. А через год создается Центр ОБСЕ. Агирим Бараканова, Бакыт Кошалеев, 5 канал. Заместители и руководители министерств и агентств спорта стран ШОС провели заседание на Иссыкуле, сообщила пресс-служба госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта нашей страны. Заседание проходило накануне в Челпонате. В нем участвовали представители Кыргызстана, Казахстана, Индии, Пакистана, Китая, России, Узбекистана и Таджикистана. Проект соглашения о развитии спортивной отрасли предложил Таджикистан. Эксперт на заседание решила рекомендовать секретариату ШОС внести его на рассмотрение Совета национальных координаторов государств организации. Соглашение позволит сторонам активизировать работу в следующих сферах. Спорт высших достижений, массовый спорт, инвалидный спорт, детско-юношеский и женский спорт, образование в спорте, спортивная медицина, волонтерское движение в спорте, спортивная наука, борьба с применением допинга в спорте. Проведение крупных спортивных мероприятий, история спорта, подготовка тренерских и педагогических кадров в сфере спорта, спортивная психология, спортивный менеджмент. Очередное укрепление отношений между Кыргызстаном и Чехией. В этот раз два государства подписали соглашение об избежании двойного налогоблажения на доход между правительствами двух стран. Наряду с этим прозвучали разговоры о планах создания чешских предприятий на территории Кыргызской республики. О том, на какой этап вышли межгосударственные отношения и какие перспективы появились для бизнесменов двух стран Родион Решетов. Возрождение былого сотрудничества на новый лад. Как много лет назад Интергельпо ввел свою деятельность на территории Кыргызстана, так и сейчас. Заметны теплые отношения между нашей страной и Чехией. Как отметили чешские партнеры, они высоко оценивают членство Кыргызской республики в ВТО, а также наблюдают за переговорами с руководством Евросоюза относительно заключения соглашения о партнерстве. И надеются, что в течение текущего года такое соглашение между Кыргызстаном и Евросоюзом будет подписано. При этом Чешская республика окажет полную поддержку такому соглашению. Я хотела бы отметить, что наше стремление таково, что Чешская республика стала бы для Кыргызстана торгово-экономическими воротами в Евросоюз и наоборот. Мы хотели бы, чтобы Кыргызстан стал такими воротами в страны Центральной Азии. Такую же позицию об укреплении сотрудничества выразила и кыргызская сторона. Министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов в своем выступлении отметил, что общими силами можно и горы свернуть. Так, помимо планов экспорта в рамках Евро и Евразийского союзов, есть перспектива выхода на другие рынки. Для наших чешских коллег, бизнесменов из Чехии, мы в большей степени ожидаем получения, наверное, опыта, получения технологий, получения навыков по маркетингу и, самое главное, получения возможности совместно продвигать произведенную продукцию как на рынках Европейского союза, так и на рынках Евразийского союза, так и в будущем на растущем потребительском рынке Китая. И все предпосылки для этого в будущем есть. Глава Минэкономы Кыргызстана также отметил и то, что сейчас в нашей стране самая низкая налоговая нагрузка для бизнеса по сравнению со странами Центрального Азиатского региона. Кроме того, уже совсем скоро вступят в силу новые механизмы поддержки бизнеса. Это и моратория на проверку предпринимательства сроком до двух лет, а также правительство работает над законом, который переведет отношения между государством и бизнесом в новую эру предпринимательства. Еще один новатор в том сфере улаживания конфликтов, в том числе между государством и предпринимателем, появится новый, как говорится, третийский суд при торгово-промышленной палате. И это сможет исключить многие трудности, что были раньше. Мы сталкивались с различными сложностями, связанными с бюрократией, с отсутствием определенных взаимоотношений на государственном уровне. Поэтому я надеюсь, что сегодняшнее подписание договоров о взаимопонимании и об избежании двойного налогоблажения, то есть такого характера бумаги, они важны для бизнеса. В любом случае, конечно, бизнес все равно будет работать, действовать по правилам игры, которые есть и в нашей стране, и в Чешской республике. В заключении стороны подписали соглашение об избежании двойного налогоблажения на доход между правительствами Чехии и Кыргызстана. Кроме того, наши бизнесмены смогли договориться о сотрудничестве с предпринимателями из Чехии. К слову, участие в этой площадке приняло около 30 иностранных компаний. Мурбек Бабанов на этой неделе приедет в Кыргызстан. Об этом сообщил лидер партии от Аджют Камчебек Ташеев. На пресс-конференции с журналистом он рассказал о политической обстановке в стране и потребовал освободить заключенных Садыра Джапарова и Мурбека Тикибаева. Также политический партнер Бабанова потребовал прекратить противостояние президентов Алмазбека Атамбаева и Сорунбая Джейнбекова. Подробнее в следующем материале. Встреча Камчебека Ташеева и Мурбека Бабанова в Москве вызвала общественный резонанс. По этому поводу говорились разные комментарии. Одни считают, что работающие в одно время в тандеме политики встретились неспроста. А другие предположили, что их объединение грозит революцией для Кыргызстана. Чтобы поставить все точки над «и», сегодня Камчебек Ташеев провел пресс-конференцию. Сегодняшняя политическая система правления ведется в неправильном направлении. Ответственность несет то ли государство, то ли парламент, то ли президент. Непонятно. Мы должны менять политическую систему. Она должна быть либо парламентская, либо, как у американцев, президентская. Кроме того, лидер партии Атаджурд поднял вопрос о политической ситуации в стране. По его словам, надо изменить систему правления государства. Кыргызстан должен перейти либо в парламентскую систему правления, либо в президентскую. Для того, чтобы урегулировать политическую обстановку в стране, надо, как он отметил, освободить политических заключенных. С другой стороны, его призыв немедленно освободить Садыра Джапарова и Рюбека Таекебаева, я считаю, тоже очень важным и логическим шагом. Потому что эти люди тоже пострадали за свое критическое высказание власти. И я думаю, что для нормализации политической обстановки их выход на свободу очень важен. Сейчас у Ташеева нет никакого намерения переходить в оппозицию. По его мнению, ни один политик не говорит открыто о ситуациях, которые происходят в государстве. Гражданский активист Адиль Тартукулов считает, что в первую очередь во внимание надо брать власть, а не слова Ташеева об оппозиции. Как добавил сам Ташеев, обострение политического положения связано с противостояниями экс-президента Алансбека Атамбаева и нынешнего главы Сорумбая Джейнбекова. Если оба не придут к одному выводу, то тогда народ полностью разделится на север и юг. Общество и без моих слов знает, как обстоит обстановка между двумя президентами. У народа уже лопнуло терпение, они начали ко мне обращаться. Люди беспокоятся, государство должно думать о народе и о своем будущем. Срок правления Атамбаева уже давно закончился, и Джейнбекова тоже скоро закончится. Мы должны думать о последствиях всего этого и не делиться на юг и север. Представители гражданского общества сообщают, что готовы поддержать инициативу бывшего депутата Джоурху Кенеша об изменении системы управления. Из-за того, что сейчас институт президента сильнее, во многих моментах парламент хромает. Если так, то президент должен взять ответственность за все, и мы станем президентской республикой, говорят представители гражданского общества. Но как сложится дальнейшая картина в политической кухне, остается только наблюдать. Мирима Албекова, Телек Асхатбеков, 5 канал. Отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызской республики заявил, что исчерпывающая информация по урегулированию ситуации на Кыргызско-Таджикской границе была предоставлена Джоурху Кенешу членами правительства во главе с премьер-министром Кыргызской республики Мухаммед Калыем Аблагазиевым. Сообщение, опубликованное на сайте правительства, говорится, Считаем необоснованным заявление общественного деятеля Камчебека Ташиева о сокрытии содержания протокола по урегулированию ситуации на участке Кыргызско-Таджикской государства на границе Баткенской области. В силу специфики вопроса и в целях недопущения повторной экскалации конфликта, он был рассмотрен на заседании Джоурху Кенеша в закрытом режиме, в ходе которого правительствам были даны ответы на все интересующие депутатов вопросы. А далее мы переходим ко второму блоку новостей. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Реализация программы «Доступное жилье». Незбалансированная экономика, закон о возврате НДС не работает. Успехи кыргызстанских спортсменов продолжают радовать. Известный экономист Кубат Рахимов назначен советником премьер-министра Кыргызстана, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Мухаммед Калыя Благозеев. Кубат Рахимов родился в 1970 году во Фрунзе. Возглавлял представительство железных дорог Казахстана в Белоруссии, Украине и странах Балтии. Также работал советником министра транспорта и коммуникации Казахстана. Сегодня занимает должность председателя комитета содействия экспорту и логистики торгово-промышленной палаты Кыргызстана. Курванбай Искандаров освобожден от должности спецпредставителя правительства по приграничным вопросам. Искандаров 7 лет проработал спецпредставителем правительства по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства. Он начал работать в аппарате правительства в 2001 году. Вопросами границ занимался с 2010 года. Спецпредставителем был назначен в 2012 году. Состоялось открытие 14-го международного конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской республике». В рамках форума организована выставка, где было представлено медоборудование и медуслуги 80 компаний из 18 стран мира. Помимо них приняли участие и кыргызстанские компании, которые являются официальными представителями 130 крупнейших заводов-производителей. По словам заместителя министра здравоохранения, на сегодняшний день материально-техническая база в системе здравоохранения оставляет желать лучшего. В больницах отсутствуют позиционно-электронные томографы, в областных учреждениях не хватает компьютерной томографии и другой современной диагностической аппаратуры. И данная выставка, по словам врачей, станет отличной площадкой для подписания соглашений Кыргызстана с иностранными партнерами. Мы, многие компании хотят показать свое оборудование, свои диагностические возможности для того, чтобы внедрить практическое здравоохранение. Я надеюсь, что будет запланировано много подписания контрактов. Самая главная, вторая особенность, здесь в рамках выставки недели здравоохранения будут обучающие туры, будут мастер-классы, лекции. Кроме того, мы говорим, чтобы, значит, передовые достижения мировой науки, оно будет действительно интеграция, как можно интеграция для улучшения качества медицинской помощи, практическое здравоохранение. Новый член Полицсовета социал-демократической партии Кыргызстана Адиль Турдукулов прокомментировал последние события в СДПК. Он заявил, что имеет амбиции возглавить партию. Цитирую. «Я бы не исключил того, что у меня есть прагматичные цели. Атамбаев сам не раз заявлял, что передаст мне в руки правление. У меня есть амбиция в будущем занять его место», – отметил Турдукулов. Тем временем в Полицсовет партии не вошли Фарид Ниязов и Крамджан Ильмиянов. Отметим, гражданский активист Адиль Турдукулов вошел в состав Полицсовета СДПК 6 апреля. В списке есть и другие новые имена. Только с начала этого года государственной ипотечной компании было выдано 378 миллионов сомов. Более 250 семей получили шанс приобрести собственное жилье. Однако темпы кредитования по сравнению с прошлым годом снизились из-за задержки средств с республиканского бюджета. Какое финансирование выделено на выдачу кредитов и кто может рассчитывать на относительно недорогую ипотеку, расскажет Анастасия Кан. Это Кутман Маматазимов. В январе этого года с помощью государственной ипотечной компании он купил однокомнатную квартиру. Молодой человек попал в список претендентов на выдачу ипотечного кредита. Внес 20% от стоимости квартиры – это 256 тысяч сомов. Сумма займа составила чуть больше миллиона 200 тысяч. Всю сумму он должен выплатить в течение 15 лет. Я купил квартиру в центре города. Ежемесячно выплачиваю 11,5 тысяч сомов. Если берешь госипотеку, то квартира оформляется на хозяина, как положено. Только она ставится на арест до окончания выплаты кредита у государственного нотариуса. Сумма займа, которую может выдать госипотечная компания, полностью зависит от заработной платы заемщика. На сегодня уже выдано более 4 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 4,7 миллиарда сомов. Таким образом, жильем обеспечены более 16 тысяч кыргызстанцев. К осени 2018 года процентные ставки по ипотеке были снижены до 7-9% годовых. А к концу этого года планируется снизить до 6-8%. На сегодняшний день для работников бюджетной сферы мы выдаем ипотечные кредиты через наши банки-партнеры с процентной ставкой 7-8-9% годовых в зависимости от первоначального взноса и максимальный срок 15 лет. Для того, чтобы получить государственную ипотеку, необходимо проработать в госучреждении 3 года. И как минимум 1 год на одном месте. Для остальных граждан предполагается такой же стаж. Однако для граждан, которые не попадают в группу бюджетников, процент кредита выше. На сегодняшний день это за счет продажи ипотечных ценных бумаг и за счет проекта КФВ. Немецкий банк развития запустил программу, проект и мы планируем где-то на уровне 14% начать годовых. Несмотря на то, что выделенные деньги из республиканского бюджета все еще не поступили, уже выдано кредитов на 507 миллионов сомов. В прошлом году также были проблемы с финансированием госпотечной компании. Даже ходили слухи о возможном его сокращении. Так как же обстоит дело в этом году? Я думаю, что это в законе, но бюджет утвержден. Мы должны совсем скоро, вот ожидаем в апреле получить финансирование. На сегодняшний день количество одобренных заявок банков-партнеров на финансирование составляет более 78 миллионов сомов. Ожидающих рассмотрения заявки около 3,5 тысяч граждан на сумму более 4 миллиардов национальной валюты. Стоит отметить, что в соседних странах выплаты по кредиту не больше 4% из суда выдается на 20 лет. Анастасия Кан, Кудрата Шмурзаев, 5 канал. Одним из главных критериев развития страны является стабильная экономика. А в свою очередь экономика зависит от сбалансированности и, самое главное, прозрачности предпринимательства. Последние годы по статистике уровень экспорта падает. Экспортоориентированные компании страдают не только от произвола коррумпированных чиновников, так же от невыполнения законов фискальными органами страны. Речь идет о возврате НДС. Более подробно в следующем сюжете. Более 90% продукции данного предприятия экспортируется в соседние страны. Каждый день до 10 вагонов готового стекла вывозится за пределы страны. На заводе работает более тысячи сотрудников. По словам руководства стекольного завода, самой основной проблемой является так называемый возврат НДС. Согласно налоговому кодексу, установлен порядок возврата суммы превышения НДС в отношении экспортных поставок. Если облагаемый субъект осуществляет экспортные поставки с нулевой вставкой, то такой субъект имеет право на возврат суммы превышения НДС. Однако на практике компании-экспортеры сталкиваются с постоянными задержками по возврату НДС. Ежемесячно. Мы ежемесячно обновляем все документы, необходимые для проведения взаимозачетов и возврата нам насчет денег, денежных средств. Вопрос до сих пор не решен. И мы бьемся во все двери, у нас ничего не получается. Но, к сожалению, это очень большая, серьезная проблема. Это основная проблема, которая существует для нашего производственного предприятия на сегодняшний день. В настоящее время, по отдельным оценкам, сумма задолженности бюджета перед экспортерами превышает 10 миллиардов сомов. Республиканским бюджетом на возврат НДС ежегодно предусматривается всего 500 миллионов сомов. Таким образом, даже текущая задолженность будет погашаться в течение 20 лет. В течение нескольких лет уже беспокоит бизнес. Ни возврат и ни возмещение НДС – это острая проблема стала. На самом деле, все бизнесмены, которые к нам обращаются, аналогичные проблемы с заявлениями о возврате НДС обращаются в органы ГНС, но в ответ получают только отказ. С подобными проблемами сталкиваются и отечественные сельхозпроизводители. Несмотря на сезонные производства, фермера вынуждены платить налоги и прочие выплаты, как круглогодичные предприятия. Они просят правительство рассмотреть данную фискальную политику и требуют выполнения налоговых законов, касающихся НДС. Я считаю, любой производитель, любая компания, которая занимается у нас сегодня экспортом, если она имеет сезонный характер, это тоже должно как-то сказываться. Надо налоговый кодекс менять, раз он не подходит под наши условия. Поэтому мы должны учитывать требования наших производителей. Если в требованиях есть такое понятие, как сезонность, то это надо учитывать, я думаю. За комментариями наша съемочная группа обратилась к налоговой службе. Те объяснили, что налоговая служба является только исполнителем, а фактическую фискальную политику ведет Минэконом. Мы обратились и в Минэконом. Там нас перенаправили в налоговую службу. Одним словом, круг замкнулся. В Казахстане и России возврат НДС осуществляется в упрощенном порядке. Рынок Кыргызстана небольшой, и любой инвестор, рассматривая вопрос открытия производства в стране, рассчитывает на экспортные рынки соседних государств. Проблема и невозможность получения зачета по НДС для экспортеров является серьезным ограничителем при принятии решения об инвестировании. Вторые сутки в Кыргызстане находится чемпионка UFC Валентина Шевченко. В аэропорту города Ож чемпионку встретили не менее торжественной, чем в Бишкеке. Спортсменка и сопровождающая ее мама Елена Шевченко и тренер Павел Федотов прилетели туда в 8.30 утра. Первым ее встретил председатель Ожского городского комитета по физической культуре и спорту Кылыч Саркарбаев. Она выразила благодарность встречающим за теплый прием. В ходе мероприятия Валентине Шевченко мэр города Ож и полпред Ожской области вручили подарки и надели женский чапан, вышитый крыгызскими узорами. Стоит отметить, что сегодня вечером на центральной площади Южной столицы ожидается открытая встреча и беседа чемпионки UFC со спортсменками и поклонниками. Кыргызстанцы заняли шесть призовых мест на третьем международном детском балетном фестивале-конкурсе, сообщила пресс-служба Бишкекского хореографического училища. В соревнованиях участвовали 283 человека из четырех стран. От Кыргызстана поехали 16 человек. Соревнования проходили 6-7 апреля в Турции. В них участвовали дети из Турции, Украины и России. Кыргызстанцы заняли призовые места в категориях «Классический танец профи-соло» и «Модерн профи-соло». Одна из участниц получила приз от главного спонсора фестиваля. Кыргызстанка Айджан Сьестбекова выиграла чемпионат Азии по шахматам среди девочек до 10 лет, сообщает Федерация шахмат Кыргызстана. Школьница выиграла партию у всех соперниц. Первенство континента проходит в Шри-Ланке. Как рассказали в Федерации, Айджан Сьестбекова набрала 8 из 8 возможных очков и с отрывом в 2 балла досрочно завоевала золотую медаль. Ну а далее мы передаем слово ведущему программы о главном, Нарин Айепу. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем расскажете сегодня? О том, что некоторые журналисты стали членами полицовета партии СДПК. То есть они должны прекратить свою тогда журналистскую деятельность. Спасибо, удачного вам эфира. На этом все. Смотрите все материалы в соцсетях 5 канала. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды и авторская программа. Главным желаем приятного вечера. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»